Бунина в прозе и танцах. В концертном зале областной филармонии прошел музыкально-литературный спектакль в Париже по мотивам рассказов Ивана Бунина. Три произведения классика эмигранта декламировал Рустем Галич. Танцевальное сопровождение организовали Артур Микоян и ансамбль «Ровесник» под руководством балетмейстера-постановщика Валентины Евтеевой. Переплетение прозы, музыки и хореографии заворожили Ольгу Золотину. Французские мотивы и русская удаль. Тоска России в прекрасной Франции. Литературно-музыкальная постановка посвящена творчеству эмигранта Бунина, которому ни блеск Парижа, ни Нобелевская премия не смягчили буль утраты Родины. Совпадение. Прозаическая часть спектакля в ведении Рустема Галича, чтеца, который несколько лет назад уехал из России, правда, в Америку. Там заслужил успех, но не забыл своих корней. Бунин – один из любимых его писателей, даже не из-за легкого сходства биографий. Прекрасное бунинское слово, очень насыщенное, емкое, ароматное, объемное. Любое предложение, оно полно каких-то деталей. Когда ты его читаешь, ты очень зримо, в общем-то, воспринимаешься. Вот, например, рассказ «Солнечный удар», ну, он написан там на трех-четырех страницах, можно сказать. Но герой проживает жизнь от простого любовного увлечения до осознания глубокой любви. Визуальное подкрепление достойно выразительному слову Бунина. Образы героев, рассказов, их чувства и трагедии повторно всплывают в хореографии. Это авантюры постановщиков, посчитавших, что одной декламации современному зрителю будет мало. Выступление чтеца более яркой сделает пластическая иллюстрация. В пластике отобразить какое-то искусство, и тем более танцевальное, порой сложновато. Но на самом деле порой мы можем донести всю трепетность, нежность, чувство именно движением. Порой мы стесняемся сказать за словом, а говорим это движением. Разбитое сердце, надежда на любовь, боль, одиночество – все это блестяще отражает пластика и артистизм танцоров. Хотя в исполнении Бунина, нью-йоркским певцом русского слова, как называют в Америке Галичи, одного этого слова было бы достаточно. После этого им обоим показалось еще страннее расстаться через полчаса. Поедете ко мне, сказал он печально. Посиди, поговорим еще. Да-да.